Новую планку достижений белорусских олимпийцев в Париже установил представитель академической гребли Евгений Золотой, получив пропуск в финал, что как минимум обеспечивает нашему соотечественнику шестое место. Хотя, конечно, болельщики академической гребли нашей страны ждут от своего земляка медали в лодке-одиночке на дистанции 2000 метров. Верим, надеемся. Очень хочется, чтобы гребля академическая вернула себе те же позиции, которые были в свое время. Поэтому нынешняя олимпиада, ну, понятно, чего мы хотим, за что болеем. Мы, люди своеверные, не произносим слух. Наталья Михайловна сама была спортсменкой высокого класса именно в академической гребле. И она выступала, тренировалась в одно время с Виталием Михайловичем Белым, воспитанником, позже тренером нашего филиала, а сейчас наставником национальной команды Республики Беларусь. Мы верим Виталию Михайловичу, потому что мы, это наш воспитанник. Я помню, когда-то в свое время мы с ним шутили, что он будет главным тренером. Вот наши мечты сбылись. Специалист. Я думаю, что там не бывает несерьезных специалистов. Занимать такую должность – это, может, только человек достойный, который понимает, умеет, и который проявляет свои организаторские, тренерские, профессиональные качества каждый день. В полуфинале Олимпийских игр подопечный Белого Евгений Золотой занял второе место в заезде, уступив только немецкому спортсмену Оливеру Зидлеру, который установил олимпийский рекорд – 6 минут 35 секунд. У белорусского Грибса общий второй результат – 6 минут 39 секунд. И хорошие шансы на медаль. Она в этом виде программы будет разыгрываться 3 августа. Отметил, что в тот же день во втором финале будет грести белорусская Татьяна Климович, под это же выступление плавчихи Алины Змушко, которое на дистанции 200 метров не удалось повторить свой успех в 100-метровке, но и восьмое место. На 100 метров участие в финальном заплыве можно считать большим успехом для плавания Мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, чей воспитанницей и является Алина. Мы очень довольны, потому что в суверенной Беларуси это первый такой значимый успех. Ну, первая ступенька преодолена, дальше будет лучше, мы в это верим. Действительно, в суверенном белорусском плавании – это первый случай участия в женском финале «Стильбрас». И не сомневаемся, что Змушко, который в филиале готовил Александр Владимирович Крох, тренер с дюшер номер два Мозырского района, еще поднимется на Олимпийский пьедестал, чего желаем и другим представителям полесского всего белорусского спорта.